В 2018 году семья Васильевых из Кузоватского района получила от государства 26 тысяч на приобретение двух телят. Сегодня можно с уверенностью сказать, государственные деньги не пропали даром. Слышали о соцконтракте, поехали в нашу соцзащиту Кузоватого и оформили соцконтракт. Это было в 2018 году. На покупку двух телят. Купили телят. Потом телят мы сдали, то есть продали. Купили двух свиноматок и решили разводить свиноводство. По сравнению с 2018 годом хозяйство сильно выросло. Подворье корова, три бычка, две свиноматки, один боров, два поросенка. Семья получает дополнительный доход от реализации поросят. Глава семьи, механизатор, представитель трудовой династии Васильевых Алексей считает, что подворье на селе нужно, а содержать такую уйму животных нетрудно. Привычно. Как бы, лишь бы начать, а там ничего, нормально. Успеваем вроде бы как и работать, и дома убрать. Все успеваем, все хорошо. Забота о хозяйстве – обязанность Алексея. Наталья следит за домом. Дети пока еще маленькие и не могут помогать по хозяйству. Разве что пригнать летом корову с пастбища, загнать телят с выгула. Детей пока двое. Но это, по уверению Читы, не предел. Считают, что счастье нельзя купить, но заработать можно. Особенно, когда вовремя поддержат государство. Таких семей в районе много. Вообще, работу по заключению государственной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты на основе соцконтракта мы проводим с 2015 года. Начинали мы с шести контрактов на сумму 600 рублей. В 2019 году это было уже 46 контрактов на сумму 1,585,000 рублей. Главная цель предоставления соцконтракта – повышение благосостояния населения. И многие люди это уже поняли. Они готовы работать и трудом зарабатывать гармонию и счастье. Соцконтракты появились по инициативе губернатора Сергея Морозова всего 4 года назад. О счастье и стабильности на территории региона они уже значительно добавили. Только за прошлый год было заключено более 700 контрактов. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новость Улл, Правда ТВ. Новость Улл, Правда ТВ